Доброе утро! Левицкий Дмитрий, сфера обслуживания. Сегодня вторник, Финам.ФМ. Все в порядке, наша новая встреча. Рад ей, безусловно. Ну, о чем поговорить с утра? Какие интересные темы можно обсудить с людьми ранним утром. Вот сегодня одна из таких тем, которая называется «Как управлять ночным клубом». Люди, которые у меня сегодня в гостях, наверное, еще не ложились. Наверное, так с вчера еще на работе. Ну, хотя понедельник, наверное, наоборот. Все отдыхали вчера, никто ничего не делал. Будем говорить сегодня о том, как управлять ночными клубами. Что такая вообще за форма ведения бизнеса «Ночной клуб», как «Ночной клуб» сделать успешным. Вообще, насколько сегодня надо этим бизнесом заниматься. Интересно, неинтересно. Открываются клубы, закрываются клубы. Ну, вот, собственно, как-то вот так. С удовольствием представляю моих сегодняшних гостей. Варвара Турова. «Арт энд пиар» директор клуба «Мастерская». Варвара, привет. Здрасте. Да, привет, слушай. Ну, ты там успела сказать в коридоре, что это не все твои заслуги перед Отечеством. Не все. Ну, давай тогда уже договори. Главная моя заслуга состоит в том, что я много лет каждый четверг проводила в пропаганде. Я считаю, что это своим главным достижением в жизни. Ну, подожди пока. Нет, ну, я имею в виду, что ты арт-директор клуба «Мастерская» и еще какие-то проекты ты говоришь. И еще мы тем же самым составом еще сделали несколько мест в Москве. Ну, так расскажи уж. «Лиди Джейн» — такой маленький бар с камином, который в том же здании, что «Мастерская», только на первом этаже. Еще у нас есть кафе на Никитских воротах, просто без всякой как раз программы. Как раз не клуб совсем, а просто кафе «Дети Райка». Еще мы сейчас открываем новый огромный музыкальный клуб на «Красном октябре». Но тоже именно клуб, да? Сколько же там будет места-то в этом клубе? Ну, смотря как его считать. Там два зала, один из которых ресторан, человек 250, а другой клуб. И там зависит от того, стоят там столики, не стоят. В мастерской тоже иногда 100 человек и биток, а иногда как-то 300 помещается. Как они там помещаются, когда 100 биток, я не знаю. Понятно. Хорошо, спасибо большое, Варвара. Сергей Тимашов — арт-директор того самого клуба «Пропаганда», в котором Варвара проводил каждый четверг. И во многом из-за ее присутствия вы и состоялись как проект. Я уверен, без Варвары было бы тяжеловато. Привет, Сергей. Слушай, ну, «Пропаганде» 15 лет. В апреле исполнится. Ага. То есть это вы вообще считаете самым древним из существующих клубов Москвы или нет? Скорее всего, да. Вполне возможно, что еще кто-то существует. Ага. Ну вот я, честно говоря, мы когда искали гостей на программу, специально хотели позвать именно пробку, потому что, ну, реально там, ну, мне кажется, я еще был молодым и бодрым, когда пробка начиналась. И уж сколько... Ну, все-таки не так давно. Извините, конечно. Ну, пятнашка. Ну, пятнашка. Меня еще, мне кажется, могли не пускать какое-то время. В то время, когда пробка начиналась. Потому что я просто сейчас хотел вспомнить, кто еще вот с тех времен вспоминает существует. Там, да, ну, вспомнили еще, да, кризис жанра тот же, да. Но Джао Даунс чуть попозже там, да, открылся китайский летчик. У них специфика другая. Ну, пожалуй, да, пожалуй. Хорошо, сейчас начнем разбираться и в специфике. Лев Трубач, арт-директор клуба «Зона». Да, привет, Лев. Здравствуйте. Да, клуб «Зона» огромен. Ну, это да, очень даже. Сколько у вас-то площадь вообще в клубе «Зона»? Площадь большая, на нашей территории где-то пять этажей состоит клуб. То есть это большой, огромный дом, который, в принципе, ждет гостей всегда. С привидениями. Нет, привидений нет. Есть там приятные люди. Я понял. Слушай, у вас, вы существуете тоже уже, да? Сколько лет? Да, вот мы недавно в декабре отметили восемь лет. Ага. То есть большой срок для клубного движения в Москве. И люди как бы знают наше заведение, посещают. Есть постоянные гости, которые не только на день рождения приходят, но, в принципе, постоянно на какие-то специальные вечеринки. У кого-то есть какие-то специальные дни, места, куда они ходят. Потому что клуб большой, и каждый выбирает место по своему удовольствию. Наверное, Варвара у вас была по пятницам. Нет, в клубе «Зона» не были. Не ваш формат. Все время на пропаганду уходит. Тяжело быть ресторатором. Просто все время куда-то пропадает в пропаганде. Понятно, хорошо. Ну, давайте, вот как экспертов хочу вас спросить. Все-таки мой бизнес и то, чем я занимаюсь, все-таки мы не занимаемся клубами. Вот мне хочется понять, вы как сами определяете формат? Вот само слово «клуб». Чем отличается клуб от всего остального? Что делает его таким специфической формой введения дел? По этому поводу. Что скажете, Лев? Ну, давай начнем с тебя. Ну, вообще, клуб от того же ресторана отличается тем, что основной уклон делается на музыку, соответственно, на диджеев. То есть в ресторане в первую очередь продвигается кухня, то есть поварское искусство. То в клубе на первое место ставится музыка и, соответственно, бар. То есть основная выручка достигается баром, вот, и чем богаче и качественнее бар будет, тем лучше. И, соответственно, клиентам нравится, чтобы было все представлено. Ну и, соответственно, конечно, кухня тоже есть, но она не первостепенна в ночном клубе. Она должна быть так же качественной, потому что человек может захотеть перекусить, либо закусить. Кому как больше нравится. То есть некоторые заведения в Москве невозможно назвать клубами, но они как бы считаются, потому что это вообще на самом деле размыто, потому что в многих ресторанах тоже часто играет клубная музыка. Это размер отличает клуб, и это приверженность к какому-то определенному музыкальному стилю. Клубной музыке, как называют люди. Я понял. Хорошо. Вот что скажете вы, вот, Сереж, как вот ты сам понимаешь? Вот пропаганда клуб, почему? Почему пропаганда клуб? Пропаганда меняется в зависимости от времени суток, поэтому, знаете, тут симбиоз, то есть днем это кафе, а с 12 ночи это ночной клуб. И главное не путать эти понятия, потому что то, что касается России, в частности, да, это очень смыто, в плане того, что у нас очень многие привыкли называть ресторан с громкой музыкой клубом. Ага. Ну а как вот ты определяешь? Вот что отличает ресторан с громкой музыкой от именно клуба? Собственно говоря, от того, что любой клуб, который действительно клуб, он несет за собой какую-то историю, какую-то действительно такую мыслимую составляющую. То есть вся программа музыкальная, она должна от чего-то отталкиваться и вести определенную политику, если эта политика существует. Да, то есть правильно я тебя понимаю, ты все-таки определяешь клуб, это все-таки, то есть музыка является первоопределяющим все-таки, да, вот то, что говорит и Лев, и вот ты... Первоопределяющим являются люди. Люди, которые наполняют это помещение, заведение и все остальное. Ага. То есть, соответственно, это ваша целевая аудитория, с которой вы работаете и которую вы идете за собой. Ага, то есть некая тусовка, короче, да? Не всегда это может быть определенная тусовка, это может быть просто определенное количество людей, которых объединяет что-то одно. Ага. Или несколько факторов, то есть один из них непосредственно является музыка, а другой, то есть это люди, которые приходят в это заведение, потому что они знают, что встретят там приятных им людей, они могут познакомиться там с приятными людьми, обсудить какие-то вещи и так далее. Ага. Очень приятно провести время вместе, без каких-то неудобств. Ну, тогда лучший клуб — это пивная кружка, там, мне кажется, встречаются одного поле люди там могут познакомиться. С одними интересами. Для них это, наверное, одни. Нормальный клубешник, без всякой музыки нормально все и так. Варвар, ты что скажешь? Ну, вот я сейчас услышала фразу, что пропаганда меняется в зависимости от времени суток, это абсолютно так, потому что я по четвергам, и когда это ресторан с громкой музыкой, уже давно не хожу, много лет, а поесть, туда захожу все равно. Поэтому для меня пропаганда вовсе не диджеи и вовсе не программа первостепенно. Но я хочу сказать, что мне очень понятно вот это ощущение, что оно очень меняется, потому что у нас меняется еще больше, потому что у нас помимо кафе и клуба, то есть место с угаром, пьяными людьми и громкой музыкой, еще есть театр. И это вообще третья вещь, и там уже довольно известный театральный зал, в котором всякие крутые театры из Москвы и со всего мира играют. Настоящий театральный отдельный зал со светом, с кулисами, такой прямо вот театр-театр. И когда совпадают три разные аудитории, люди, которые пришли от месяца к день рождения, сидят за столиком, 20 человек с цветами, тостами, а рядом люди пришли на концерт любимой группы, их вот эти люди раздражают, а при этом из театрального зала еще выходят бабушки в шалях. Вот я понимаю, вот это клуб, сумасшедший дом на самом деле, это клуб. Ну вот то, что ты рассказала, в моем понимании, назвать ночным клубом, на самом деле, мне кажется, не так просто все-таки. Ну, ты зайди часа в два ночи, увидишь, что никаких сомнений в определении жанра у тебя не возникнет, это ночной клуб. Ага. Ну а ты вот хочешь пропаганду, да, ты говоришь, я хочу туда поесть, но ты все равно ее воспринимаешь как клуб. Да, потому что там есть программа. Все, у чего есть программа, это клуб. Так в ресторане тоже есть программа? Какая? Так же музыкальная. Какая? Бесплатная фоновая певица в блестящем платье, это не программа. Как только вы делаете платный, условно говоря, вход на какое-нибудь мероприятие, это перестает быть рестораном. А, то есть, получается, все у нас вип-клубы, в которых бесплатный вход, они рестораны? Это где у нас, в каких-то вип-клубах у нас бесплатный вход? Ну а в каких клубах у нас платный вход? Нет, мне хочется услышать, в каких бесплатный. Да? Мне кажется, вам стоит это знать. Ну, допустим, в нашем клубе вход платный. Мне, наверное, стоит это знать. Вот еще, кстати, одна история. Вот раньше в Москве вообще, да, вот все время ты куда-нибудь приходишь ночью, везде плати за вход. Такого не было типа, что ты приходишь там и вход бесплатный. Мне, как человек, который занимается больше барами, да, и, может быть, отчасти мы поэтому этим и занимаемся, да, не превращаясь в клубы, там, наше заведение, потому что я не понимаю, на чем зарабатывать, если человек приходит танцевать. Вот я, ну, он пришел, потанцевал, выпил там последний мохито свой, там, да, на сегодня, где-нибудь в другом месте оставив, там, несколько тысяч за ужин. Ну, он приходит не только танцевать, он приходит слушать, проводит там какое-то время. Ну, вот эта коммерческая история, она мне, я, конечно, рад, что он меня послушал и потанцевал, но, честно говоря, там, да, ну, а на чем бабки-то делать, да, вот, собственно говоря, вот Лев говорит, ну, пожалуйста, танцуй, вот заплати за вход там 100-500 миллионов. Нет, это, простите, я перебью вас, это очень для меня принципиальная вещь, потому что в мастерской очень много платного входа, потому что живые группы, которым надо платить деньги. Я хотела бы просто обратиться, пользуясь случаем, передать привет своей бабушке и сказать, что когда в музыкальных клубах происходит платный вход, это не то, на чем зарабатывают владельцы, в 99% случаев. Эти группы, эти деньги, их подавляющая часть, вот в нашем случае 90% от платного входа, идут музыкантам, которые стоят на сцене. Это очень дорого. Вот этот свет, этот звук на сцене, привоз группы, если она не московская, их расселение в гостинице, визы и так далее, это очень дорогая история. Когда вы, у меня просто регулярно такая ситуация, что приходят какие-то люди, у которых даже есть деньги, которые говорят, что нас не могут вписать, а что-то нас не вписали, что мы должны заплатить 300 рублей за вход, это не то, на чем я зарабатываю. Я зарабатываю за счет того, что люди остаются там и выпивают, и едят. А платный вход, на этом зарабатывают музыканты, которые на сцене, которые профессионалы, они должны зарабатывать. Я тебя понял, да, но вот если твоя бабушка придет к нему в клуб, то мне кажется, она вот в клубе Зона спокойно заплатит просто за возможность потанцевать и больше ничего. Нет, на самом деле просто наш клуб отличается тем, что у нас приверженство идет разным стилем музыки, то есть каждый человек может найти, и почему, вот раз мы заговорили о платном входе, и почему, допустим, в нашем заведении он есть. В первую очередь, как правильно Варвара сказала, то, что клуб подразумевает программу, подразумевает каких-то исполнителей, группы, диджеи. С каждым годом надо, чтобы диджей был круче, знаменитей, чтобы у него была качественная музыка, собирал больше людей, именно тех, которые уже не были, а в Москве уже много кто был, соответственно, программа увеличивается. Но, понимаете, надо еще понять, если человек, во-первых, может заплатить, он платит за программу, за то, что он зашел, то есть он уже какую-то часть внес в то действие, которое происходит финансовое, соответственно, он как бы нужен. Просто многие клубы, допустим, в частности наш, он демократический проект, вот, мы, у нас нет жесткого фейс-контроля, то есть у нас есть какой-то определенный фейс-контроль, чтобы человек должен быть опрятно одет и так далее, то есть он может выбрать, как бы, залы. Вот, соответственно, он платит за вход, он уже определяет какое-то свое социальное приверженство, то есть если человек не может заплатить на вход, соответственно, он как бы и ничего не купит в клубе. Так он может заплатить за вход, но ему приходится выбирать, либо он что-нибудь купит в клубе, либо он заплатит за вход. Слушай, я понял, хорошо, вот давай Сергея спросим. Сергей, я, честно говоря, не помню, у вас ситуация какая у вас, вход-то платный или нет? Вход бесплатный, существует фейс-контроль. И у вас всегда был бесплатный вход? Была история с платным входом в субботу, но и то это была символическая сумма. Ага, то есть испокон веку и 15 лет назад тоже был бесплатный, или ты не знаешь? Да, всегда был. Изначально был бесплатный вход. А почему? Такая политика, то есть не надо людям мешать, человек собирается пойти в клуб отдыхать, и вот этот психологический барьер даже, просто ты, чтобы сделать шаг в заведение, ты должен уже заплатить определенную сумму людей. Человек пришел и сам для себя выбирает. В это заведение он хочет пойти или в другое. Соответственно, он идет туда с определенной целью. Он идет туда на ночь общаться с людьми, естественно, он будет выпивать разные напитки. Да вот если бы это было естественно, я бы и понимал, да, но на самом деле... Для нашей целевой аудитории это естественно. Сказал, как окрестно. Да, вот так, типа пошли бы все куда подальше. Ага, то есть вот тот какой момент, да, то есть ты на входе, ты как бы смотришь ему в глаза, не понимаешь... Есть человек, который определяет... Ну, я имею в виду там образно ты, да, то есть ты как управляющее заведение, ты смотришь в глаза и понимаешь, пришел он просто потанцевать, либо он там... Вот честно, у меня вот эта тема... Ну вот когда люди, допустим, сидят у меня там в баре, да, вот они сидят, едят, ужинают, празднуют там день рождения, все там, стол накрыт, все хорошо, весело. Попили, поели, кто-то уже переел там, да, кто-то уже перепил, все. Кто-то, они говорят, а поехали танцевать там, да. Я говорю, давайте. Потому что я понимаю, что все, ну я с точки зрения бизнеса, да, я говорю, спасибо, все, мы там сделали отличный вечер. Ну, это ваша задача. Да, мы там закрываемся спокойно, я понимаю, что он где-то там будет, его там стошнит, он подерется где-нибудь там в каком-нибудь клубе под утро, да, куда он там, где он, знаете, как вот есть, вот в Гонконге есть улица баров, ну, во многих городах вообще, да. Вот они говорят, что самый неудачный бар это последний на улице, там все, простите, там блюют и дерутся, да, то есть ты вот, все люди идут, идут прям по барам, да, вот этот бар-кроулинг такой. Ну, последнему не везет, хотя он собирает всю посуду со всей улицы потом, но там уже никто ничего не пьет, там уже только дерутся и, в общем, всякие непристойности происходят. Поэтому я отчасти это понимаю, Льва, который говорит, давайте мне там свои там 100-500 тысяч рублей за вход и делать, что хотите, да, там вы хотите танцуйте, хотите нет. Поэтому он и называет это демократичной политикой. — Слушайте, ну, мне кажется, мы обсуждаем абсолютно разные вещи. — Да, во-первых, у нас все три были бы разные. — Все были бы рады сделать бесплатный вход. — Бесплатный или платный? — Конечно, конечно, конечно. Больше людей выходил в психологический барьер. Совершенно правильно. Просто вопрос в том, что пропаганда может себе это позволить, потому что это очень удачный, очень понятный, очень четкий проект, который так выстроил свою жизнь и судьбу, и от этого зависит его популярность. Я понимаю, что мы в данной ситуации, нам еще трех лет нет, мы не можем себе позволить перевести группу Хазмат Мадин, например, из Нью-Йорка, которых 10 человек, которые все летят, там, я не знаю, бизнес-классом, живут в супергостинице и так далее. Какие бы у нас ни были спонсоры, учитывая, как совершенно Лев справедливо заметил, нашу вместимость и нашу целевую аудиторию, мы не найдем все деньги на это, чтобы покрыть это целиком, да, мы вынуждены делать полотный вход. А не привозите, тогда окей, давайте тогда будут играть 10 групп, которые играют в Москве во всех клубах. Ну, а вы летящей походкой... Супер, обязательно так и сделаем, послушаю сейчас, что... Сейчас, сейчас, Лев, давай, мы уйдем сейчас на паузу, пора нам, да, уже маячат, и потом тогда дадим тебе слово. Реклама на финал. Левицкий Дмитрий, сфера обслуживания, говорим сегодня о ночных клубах. Вы можете, да, присоединиться к нашему разговору, и опять я забыл назвать контакты. 65-10-99-6, если хотите позвонить нам в студию, пожалуйста, с вопросами. 5-5-3-3, на этот номер можете присылать смс-ку, я пробил потом ваше сообщение, и форум нашей программы на финам.фм, можете тоже здесь ваше сообщение оставлять, пожалуйста, подключайтесь к нашему разговору. Лев, перебил тебя на полусловно рекламы, давай, да? В Москве уже пересытились заведением, заведения много разных, разного уровня, вот, и, соответственно, надо что-то постоянно им давать, чтобы они приходили, вот. То есть, да, есть какая-то определенная тусовка, которая ходит, но в целом, чтобы, допустим, наш клуб забить людьми, чтобы они пришли, гости, надо большое количество людей, потому что у нас 5 этажей, соответственно, надо делать... А сколько вместимость у вас вообще, Лев, вот, чтобы так понимать? Где-то в районе 2,5 тысяч человек, вот, соответственно, надо людям дать всем интересную программу, а так как у нас 5 этажей, то есть 5 интересных программ, вот, и, соответственно, вот этот вход, вернемся к нему, он нужен для того, чтобы эта программа была везде, не одна. Ну, я понял, просто некая часть, там, дохода, которую вы даже не соотносите с конкретным, там, привезенной звездой, а просто, когда часть экономики всего предприятия. Вот хочу вот к этой теме, почему люди ходят в клубы? Вот Лев говорит, да, что вот мы, там, наполняем какими-то ивентами, и поэтому в клубы ходят на ивенты, но вот, опять-таки, не знаю, вот не могу сказать, что я, допустим, если бы пошел, там, в пропаганду в ту же, то есть мне не важно, какой сегодня ивент. Вот я так могу сказать, не знаю, может быть, я не... Я еду в пропаганду, потому что просто еду в пропаганду, да, и знаю, что, там, пропаганда меня не подведет, что-то будет, да. Будет определенный продукт, который вы получите. Да. Потому что пропаганда существует очень давно, и вы знаете, что вы там получите. А если бы пропаганда существовала первый год, вас бы интересовало, что там происходит? Или не интересовало? Я думаю, что интересовало бы. Вот сейчас, вот в этой ситуации, когда полно клубов... Сейчас как раз та ситуация, когда основное большинство людей не интересует то, что происходит в клубах, потому что во всех них может происходить определенно одно и то же из политики. Нам надо все время удивлять, нам надо все время что-то придумывать и так далее, и так далее. Большинство людей делают из ночных клубов просто цирк какой-то. А не от хорошей жизни-то, не от хорошей, а потому что 5 этажей, и 2,5 тысячи народов нагнать. Уже завершая тему платного входа. Павел, вы с нами? Да, доброе утро. Да, Павел, привет, давай, жги. Да, хотел бы сказать, все-таки встать на сторону Льва, потому что именно зона, наверное, может себе позволить платный вход, а остальные клубы себе этого позволить не могут. А почему зона может позволить себе платный вход, скажи, пожалуйста? Что значит, вообще может позволить себе платный вход? Она очень популярна, и даже имея платный вход, она может как бы забиться в принципе в выходные дни. То есть ты бы там в пропаганду за деньги не пошел, а вот в зону вполне пошло бы, да? Я бы и в зону не пошел бы, конечно, в пропаганду тем более. Я просто говорю о том, что если бы те клубы, которые с бесплатным входом сделают платным, то я думаю, у них очень серьезно упадет защищаемость. А зона может себе позволить. Я понял, хорошо, хорошо, Павел, спасибо большое. Ну вот тут, да, вещь пока о двух концах там, да? Ты начал должен стать настолько крутым, чтобы в тебя ходили даже за деньги, да? Ну хорошо, вот давайте вернемся к разговору. Сергей, ну а как я должен мыслить? Вот я открываю ночной клуб сейчас, да? Вот давайте вот с нуля. Вот я вот думаю, открывать вообще ночной клуб. А можно я перебью ваш прекрасный диалог, потому что я просто совсем не согласна ни с Львом, ни с Сергеем в данном вопросе, потому что нас вообще, при том, что мы существуем только за счет программы, когда один раз пару лет назад была страстная суббота, конец поста, и мне казалось, ну не будем, конечно, закрывать клуб, никто не обязан быть христианами, это мои личные вещи, ну не будем ставить диджея, подумала я. Все были, все мои коллеги, все соучредители были в абсолютно шоке, все на меня набросились, я сказал, нет, попробуем, чтобы просто, людям же не хватает места в Москве, где они могут просто сесть, спокойно поговорить, все время все жалуют, что громкая музыка, вот отменим-ка мы диджея в субботу. И люди приходили, разворачивались и уходили, не было ни одного человека. Наш клуб точно ходит на программу, и я хочу сказать, что у нас вообще не было вообще такого хода мысли, как мы нагоним туда людей, или будем мы делать платный вход, или не бесплатный. Мы решили делать клуб, потому что нам было интересно привозить крутую музыку и крутой театр. Нам было интересно этим заниматься, а вовсе не потому, что там, как мы нагоним туда людей, чтобы нагнать туда людей, нам нужно устроить цирк. Я не знаю ваших инвесторов, но я боюсь, что у инвесторов немножко другие обычно бывают цели. Но наши инвесторы нам доверяют, слава богу. Нет, от слова не в доверии, если инвесторы тоже имеют цель только привозить интересные команды. Если ты делаешь что-нибудь, во что ты веришь, ты зарабатываешь деньги. Если ты думаешь, как тебе нагнать людей, ты не зарабатываешь деньги. Количество бедных театров, которые искренне делают то, во что верят. Хорошо, никто не отменял качество. Мы же как бы выносим за скобки какое-то плохое качество, да? Не-не, я не про качество, я хороший актер, хороший, драматический. Вот в Калуге недавно был. Отличные люди делают свои дела, верят в себя. В Калуге мы бы ничего не зарабатывали. Ну, окей, я не знаю, да, там, с точки зрения... Вообще в клубах же вообще говорят, да, что клуб отбивается там за 2-3 сезона, до свидания закрылся там и дело с концом, да, и ты должен успеть отбиться там, да. То есть если ты строишь там пивная, ты можешь там растягивать инвестиции там на 4-5 лет там, да. Либо ты делаешь действительно формат на века типа пропаганды, да, которая нас всех переживет, дай бог, да. Как дома. Но зачастую клубы же как модные вспышки, да, их сделали там, да, за сезон там, раз там сколотили, быстренько там срубили бабла, закрылись там, и вопрос снят, да. И, пожалуйста, и становится вопрос, как нагнать? Как нагнать народ? Не знаю, это в каком-то другом жанре все-таки. Нет, ну просто... Аудитория, к которой, например, мы имеем отношение, она и ходит, собственно, в пропаганду. Квизи жанра, влетчик, но эти все клубы существуют годами. Ничего с ними не происходит. Ну ладно, ну есть же не только пропаганда летчиков. И все остальное прочее. Есть же совершенно разные места, и клубы есть совершенно разные, да. И тот же там Красный Октябрь, и Рай, и Джипси, да, и, ну, огромное количество заведений, которые открываются, и вряд ли, на мой взгляд, существуют века, тем более на Красном Октябре, на котором века закончится лет через там, ну, дай бог, здоровье еще там года три, хотя бы четыре, да, но все на птичьих правах и просто понимают, что, в общем, ну, это история, которая должна отбиться там в короткие сроки, потому что все достаточно неопределенно, да, Лев. Ну вот по поводу вот этих ярких вспышек хотелось бы сказать, что открывается заведение, соответственно, в открытие вложили деньги, начинают вкладывать люди в программу. То есть постоянно каждые выходные какое-то шоу происходит, то есть приглашаются какие-то диджеи дорогие там и так далее. Народ в городе быстро узнает об этом проекте, и, соответственно, все туда пытаются попасть. Начинается толкотня, о многих таких проектах люди знают. Потом за вип-публикой постепенно туда перекочевывают обычные люди, потому что вип потусовались и ушли. И начинается отбитие денег, и потом просто люди устают, так как постоянно на слуху, и это становится неинтересно. А об этих проектах знают, 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 потом все неинтересно, и он закрывается. То есть получается, как бы, чтобы быть быстро закрыться и хорошо быстро отбить, надо быть номером один на какой-то период. На данный период в Москве клубов таких, чтобы можно сказать, вот, это самый лучший клуб в Москве, такого нет. Пропаганда, извините. Ваше, ты уже говоришь про пропаганду. Нет, не хватит. Выгоню вас. Мне кажется, тут какие-то оплаты произошли между людьми. Я вот не пойму, она вас себя хвалила, она сидит всю программу, хвалит пропаганду. Может быть, она хочет перейти в этот клуб. Справедливость должна быть какая-то. Да какая справедливость? Какая справедливость? Ну, пропаганда вообще никогда не была, чтобы был номером один прям, да. Были какие-то вечеринки, да, четверги Санчеса, которые знала вся Москва. О, так и там было круто, реально. До сих пор есть. Да? Ну, они уже как бы совершенно не то. Уже Санчес перевозил всех диджеек, которые в мире, наверное, были, которые можно было за эту определенную сумму привезти. Вот. Сейчас как бы пропаганда, нельзя назвать, что это прям VIP-клуб. Нет, ну о чем мы, собственно, спорим? Что VIP-то синоним лучше? Что вы, господи, про пропаганду? Нет, были такие моменты, когда по четвергам туда стояла большая очередь во вход. Вы извините, вы поймите только одно, то, что пропаганда это практически ровесник, в принципе, московской клубной культуры. Естественно. Это правда. Когда только все начиналось, не было, в принципе, мест в Москве, куда можно было пойти. И самые адекватные, самые прекрасные люди приходили именно в пропаганду, проводили свой досуг. И мы стараемся поддерживать это на протяжении всего этого времени. Да, потому что те адекватные... Это и основная задача. Адекватные те люди на тот момент, которые ходили в клубы, сейчас входят в клубы все, то в тот момент адекватные люди, которые могли это позволить. Сейчас входят в клубы все. Многие. Не все. Но многие. И самая основная задача — не пустить ненужных людей. Чтобы человек, который не понимает, зачем он идет в тот или иной клуб, он не должен туда попадать. Ну, давайте. Вот действительно, на самом деле, вы же правильно говорите. Что спорить? Это действительно два разных подхода, пожалуй. Ты можешь строить клуб на века, как пропаганда, которая построилась и годами нарабатывает имидж. Я не понимаю, что это значит. А что кто-то другой, когда строит клуб, искренне хочет, чтобы он закрылся через сезон, все строят на века. Все хотят, чтобы клуб строил всю жизнь. Ну, хорошо, но, наверное, есть какие-то люди, которые... То есть есть люди, которые строят модные заведения. Они строят модными. Нельзя быть всю жизнь модными, да? И как раз в Москве, мне кажется... Они все равно хотели бы, чтобы их место существовало 20 лет. Ну, вряд ли. Конечно, они бы не отказались. Ну, то есть все понимают, что нельзя быть на пике моды, да, столько лет. И когда люди там выстреливают своими проектами, да, которые там шумят, ну, вот я не зря как раз на октябрь там, да, привожу. Ну, очевидно же, что люди понимают, что туда люди приходят не на много лет, да? И вы туда, приходя, прекрасно понимаете, что-то ненамного. Мы, может быть, что-нибудь другое понимаем. Ну, я что, там, понимаете, другое, да? Другое что-нибудь. Это о том, что там действительно люди, вот у меня был под прошлым эфиром человек, у него там центр фотографии братьев Люмьер, вот, который под джипсе находится, да, и мы с ним тоже обсуждали там возможность совместного там проекта на Красном Октябре, ну, бог с ним, не будем задаваться там в нюансы, но понятно, что там нет долгих договоров, и там нету там, да, оснований даже надеяться на 20 лет, на 15 лет, да, но люди прекрасно понимают, что они могут действительно сделать там хорошую, яркую вспышку там, пусть на 2-3 сезона, что за лето люди там колбасят, там, такие деньги, да, на открытых верандах, да, и у вас, дай бог, будет такая же, как была до вас, да, ну, и чего, ну, люди понимают, что они там срубят, да, там, за лето, и все, и ничего такого там страшного нету, и, мне кажется, натащат какой-то модности там, наделают вокруг какого-то шума, пыли, там, чего-то еще там, да, ну, и, слава богу, срубят там. Тут каждый планирует бизнес по-своему. Ну, да, ну, да, ну, да. Но вот хочу, на самом деле, спросить себя, и Варвару, если они будут рекламировать снова пропаганду, вот как свою публику-то организовать? Вот я тебе расскажу свой опыт, вот, да, вот, сейчас вас проконсультируюсь. Мы открывали первое заведение, куклы-пистолеты, на Новослободской. За углом, на втором этаже, вообще там, было там маленькое местечко, мы совершенно не думали, да, оно было там 200 метров, сейчас оно уже расположено 400, у нас не было никакого фейс-контроля, и ничего такого, мы там ставили, там, хорошего диджея позвали. Все, ну, как обычно бывает, наши друзья, друзья друзей, все, хорошая публика, все хорошо, все жгут. Начинают откуда-то появляться люди, глядя на которых, ты начинаешь понимать, что, а почему они вообще тут, да, там, вот, они откуда тут взялись-то вообще, откуда они просто узнали, откуда они вообще лезут-то, да, и ты понимаешь, люди там начинают приходить совершенно, там, не того, может быть, формата, которого ты хотел, не того возраста, которого ты хотел, да, вот, да, вот я, вот, вот, скажите мне, откуда они берутся, да, вот я... Сарафанное радио. Ну, сарафанное, да, ну, я сказал тебе, ты сказал, там, тебе, ну, а у кого-то должен появиться друг другого формата, к которому сказали, и почему ему тут начинают нравиться-то, вот. У всех разные люди. У всех разные друзья. У всех разные друзья, да. Ну, хорошо, а дальше-то что, ну, вот, как, как вот себя обезопасить, как вот пропаганда себя в этом плане может обезопасить? Вот чего? Только фейс-контролем. Сейчас, подожди, подожди. От ненужной публики. Я так понимаю. Ну, только это единственный способ, да, все-таки фейс-контроль. Иначе бы пропаганда тоже погрязла... Конечно. ...приезжих с разных областей, там, спортивных костюмах, которые бы застели... Москва в целом состоит из приезжих. Ну, я там, да, не имею ничего плохого против приезжих. Я сам, в общем, тоже не москвич. Но ты же не отшиваешь их в понедельник, во вторник, в среду. Почему? У тебя фейс-контроль круглосуточно стоит пропаганда. Всегда, каждый день. Всегда, каждый день стоит фейс-контроль в пропаганде. Да ты чё? Правда, что ли? Вот жизнь какая. Есть специально обученные люди, которые стоят там всегда на входе. Как я этого заведую? И определяют. Прямо всегда. Каждую ночь. Жесть. Лев, а у тебя чё? Нет, вообще, как бы, система фейс-контроль, она есть, так или иначе, во всех практически заведениях в Москве. Просто степень... Степень её работы, тех людей, кого напускают, кого не пускают, зависит от заведения. То есть у нас, как я сказал, демократический клуб. Мы демократичные... У нас он не сильно жёсткий. То есть в целом человек выбирается, смотрит, и мы практически всех пускаем. Ну, подожди, но ты не пустишь же на другой этаж меня, судя по твоей логике. Во-первых, как бы... Ну, то есть, как вы сказали, вот, приезжие люди, спортивных костюмов, такие люди в клубы не пускаются-то, соответственно. Вот. Но клуб, в частности, зона состоит из многих этажей, где есть, допустим, внизу студенты веселятся. Это как бы своя публика. А там на втором этаже люди любят клубную музыку, там, House Progressive. Там как бы своя публика тоже как бы смотрится. Есть VIP-зал, где у людей отдельный вход, то есть стеклянный лифт. Они отдельно совершенно поднимаются туда, не соприкасаясь со студенческой публикой. Ну, то есть вы же в VIP-зал не пустите студента, который решил, что... Ну, если он купит VIP-билет, это маловероятно, на самом деле. То есть ценой больше отсеивать. Да, и это, в принципе, вообще работает, на самом деле. То есть просто подходишь к входу, смотришь, и как бы эта вещь вообще работает. Но просто, во-первых, невозможно в большом клубе поставить фейс-контрольщика и сказать, вот ты, 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 заходишь, остальные все нафиг. Вот. Вот. Получится так, что клуб будет пустой. Потому что у нас в Москве количество заведений на душу населения огромное. Вот. И чтобы проекты работали, помимо того, что там должно что-то происходить постоянно, и должна быть работа с публикой, чтобы людьми занимались. Не только была какая-то программа, а чтобы они были постоянно в центре каких-то событий положительных. Я понял. Хорошо. Варвара, а у вас-то чего, собственно? А у нас, когда мы... У вас там театр, все дела там. У вас вообще публика должна быть прям, ну, своя там быстро. Когда мы открывались, точнее, когда мы решили, что мы там откроемся, там был другой клуб. Так. Аудитория которого с нашей, нынешней, никаким образом не пересекается. Даже, я бы сказала, прямо ей противоречит. Ну, я думаю, что куклы-пистолетов открывались на месте гей-клуба. Вот. И я не думаю, что можно сравнивать с тем, что было у нас. Да? Да. Ну, в общем, мы, это был наш самый главный, наш самый главный страх. Как же мы избавимся от этих людей? Ага. Они нам не нужны точно, сто процентов. А они же уже нахожены на место, они туда привыкли ходить, они все равно будут туда ходить и так далее. И первый, наверное, месяц существования, они периодически заходили. Так, очень недовольно оглядываясь. А потом они просто перестали ходить. Им там не нравится, потому что мы строили место для себя. И для людей, которых мы понимаем, знаем и так далее. И я вообще верю только в такой бизнес-план. Ну, помимо всех расчетов, да? Ну, ты вот делаешь что-то, в чем ты что-то чувствуешь. Я понял. Поэтому стали ходить люди сами собой, которых нет необходимости не пускать. У нас нет фейс-контроля не потому, что я его не хочу, я его как раз очень хочу. Я просто не могу три года найти человека, который бы этим занимался. Да. Больная тема. Больная тема. Но как-то так получается, что в общем на 90% не происходит ситуации, когда мы кого-то не пускаем, потому что у нас еще такая... Ну, мы не так давно, у нас нету большой вывески, не то чтобы это проходное место. И поэтому люди, которые совсем случайные, туда просто не приходят. Они приходят, как правило, зная, куда они идут. Потому что найти, подняться на второй этаж, это все какое-то требует специальное усилие. Это еще платный вход. Это, в общем, все какие-то совершенно невольные. Мы не задумывали так, но это невольно послужило какими-то фильтрами. Для правильной аудитории. А что касается фейс-контроля, это вообще больная тема. Мне одна владелица одного очень богемного места в Москве как-то сказала, как я охраннику объясню, кого не пускать. Я же не могу ему сказать, не пускайте таких, как вы. Например. Это была прекрасная фраза. А меня, например, ни разу в жизни не пустили в клуб «Граммофон», который когда-то был в Москве. Пару или тройку сезонов. Вот ни разу мне не далось туда попасть. Мы приходили туда большими компаниями, все заходили, а передо мной говорили, извините, у нас частная вечеринка. Ну так вот же, там же все мои друзья. Нас частная вечеринка. Ни разу мне туда попасть не удалось. Поэтому ты шла в пропаганду. Да. Это был единственный повод пойти в пропаганду. Придемся на рекламу и продолжим. Да, действительно, можете звонить. Последняя секция у нас в программе. 65, 10, 99, 6. Либо на форум программы. Вопросы, либо смс. Вот здесь у нас несколько вопросов накопилось. Сейчас мы к ним перейдем. Но я хочу спросить, вот заканчивая тему с фейс-контролем, Сергей, у тебя, вот у вас, вот насколько больная тема правильный фейс-контроль? Вот по себе знаю, ну реально геморрой, говоря по-французски. Я бы не назвал это больной темой, просто это тот вопрос, которым приходится периодически заниматься, как и всеми остальными. То есть много разных мелочей, на которые стоит акцентировать. Это отдельный сотрудник, который? Или у вас служба безопасности, по-моему, этим занимается? Нет, или? Служба безопасности занимается безопасностью. Есть человек, который занимается фейс-контролем. Который прям стоит, и каждый там, да, каждый вечер прям. Нет, не каждый вечер, их несколько человек. А, ну то есть все равно кто-то из них каждый вечер будет стоять на входе. А как вы им формулируете, кого не пускать? Люди обучаются. Ну как вы, значит, вот к вам приходят, мне просто правда интересно. Вот они приходят, к вам устраиваются на работу, и вы им что говорите? Они просто приходят устраиваться на работу, их приглашают на работу, как правило. То есть, естественно, перед этим делается анализ человека. Насколько он адекватно относится к своей работе, вообще понимает то, что перед ним стоит. Задача какая определенная. Все, дальше путем времени он просто нарабатывает свои навыки. То есть нет какой-то формулировки, кого вы не пускаете? Не пускаем неадекватно. Варвар, я тебе вот могу наш опыт сказать, поскольку мы с этим тоже время от времени сталкиваемся, все-таки вечеринки у нас проходят время от времени. Мы однажды брали прямо из наших гостей. То есть искали как бы типаж, который действительно ему будет человек, который понимает наш какой-то гость постоянный, который не могу сказать, что там суперудачный был этот эксперимент, но, наверное, вот сейчас если будем продолжать, мы будем продолжать в том же ключе. Потому что объяснить человеку стороннему, мне кажется, которому формат пропаганды непонятен, который сам никогда не тусуется, а тусуется там, не знаю, где-нибудь там в клубе рай. Ну, хотя вряд ли он пойдет работать с фейсконтрольщиком пропаганды у человека из рая. Ну, неважно где, да, который сидит в кружке там, да. Официант рая. Да, официант рая вряд ли будет с фейсконтрольщиком пропаганды, если он сам там, да, этот клуб не понимает и не чувствует. Я бы так не сказал, в любом случае, фейсконтрольщик должен быть еще очень хорошим психологом. Он должен сразу... И очень хорошим профессионалом. Естественно, он должен сразу понимать его вообще с расстояния, что за человек к нему приближается. В любом случае, он начинает с ним беседу. И дальше уже за несколько фраз он понимает, нужно попасть в чайку в клуб или нет. Угу. Хорошо, давайте, вот у нас есть Эльдар на линии. По поводу фейсконтроля заканчивая тему, как раз что-то он хочет сказать, видимо, что-то хорошее или не очень. Так. Раз-раз, Эльдар, вы с нами? Алло, здрасте. Да, вперед. Да, я очень коротко хочу сказать насчет фейсконтроля. В принципе, тема, естественно, необходима, потому что в огромном мегаполисе это, ну, просто необходимо, да, тем, где разные клубы, разные по форматам. Я люблю людей, которые не совсем вписываются в формат клубов, но я долго хожу, много, скажем, лет хожу по разным клубам. Не хочу защищать конкретный клуб, но, допустим, та же пропаганда была первым клубом, куда я попал, в Москве. В принципе, ну, только уважение, да? Хотя тоже жесткий фейсконтроль, на самом деле. Вот, но еще много раз была ситуация, когда мы, допустим, ну, приезжаем в какой-либо клуб на неплохой, можно даже сказать, дорогой, хорошей машине, с красивыми девушками, сами вроде бы не уроды, с хорошим финансовым обеспечением. Ну, по каким-то причинам пускают одну из наших девушек, но, естественно, мы не идем. И покатавшись по одному, второму, третьему клубу, мы едем в клуб зоны, где просто пускают. Ну, может быть, через 200 рублей. А тут еще что-то про оплату говорилось. За 900 рублей. Вот и все. И мы отдыхаем. Вот за 900. И те клубы, которые, ну, можно сказать, словом, выпендриваются на фейсконтроле, ну, деньги идут в зону. Просто вот. То есть я за фейсконтроль хочу сказать, он необходим, он нужен, но иногда он доходит до абсурда, извините. Ага, хорошо, хорошо, спасибо, Эльдар. Мы чтем. Ну, реально, вот больной вопрос. Вот, честно скажу, действительно, больной вопрос. И вопрос, как бы, когда мне говорят, что порой не пускают ребят в наше заведение, которые я там диву даюсь, почему их не пускают, да, там, когда у нас там, да. У нас нет прям жесткого фейсконтроля, но все-таки, да, мы там, ну, как минимум по возрасту, какие-то такие вещи, да, у нас там по-любому происходят. Вот, ну, какие-то, наверное, там, да, самые такие внешние признаки. Ну, порой там диву даешься, как мыслят люди, отсекающие людей. Или мои там хорошие друзья там не могут попасть там, например, в джипсе, который, да, там, ну, там, конечно, очередь, все такое прочее. Ну, я прекрасно знаю этих ребят, там, прилились выпускники МГУ, там, нормального поведения, без всяких там, ну, то есть, подходящие под формат там, да. Нет, вот все, вот, хоть ты тресни чем-то. Но вы же их не видите в этот момент именно, когда они стоят на входе? Один раз видел, один раз меня с ним вместе не пустили. Когда-то вместе приехали, нас забраковали всех, и меня с ним. Я еще так шел гордо, говорю, да ладно, ладно, что, меня все время пускают. Просто прихожу с ним и говорит, нет, простите. Ну, ладно, бог с ним, давайте, у нас не так много времени. А еще, действительно, хотелось вот такой контекст разговора, и Алексей вот нас спрашивает на форуме Финам.фм, как раскрутить-то клуб, да, как он становится известным, и как вообще строится маркетинг клуба, да, вот из чего он состоит. Да, я привез отличного диджея, порадовался, или группу из Америки бизнес-классом привез, там, она мне сыграла, я возрадовался. Но вот само продвижение клуба, да, само развитие клуба, как вот, из чего состоит этот маркетинг, да, там, по первому каналу надо делать, там, да, какие-нибудь материалы или что, вот, Сергей, ну, давай с тебя начнем, как наиболее, там, древний. Хотя, наверное, в театре пропаганды заниматься, мне кажется, совсем другая тема, да, там, поддерживая имидж, там. Слушай, ты пиаришь большой театр, знаешь. Нет, здесь самое главное, методично доносить для людей ту цель, которую ты задумал. То есть, в нашем случае пропаганда хорошей музыки, ну, то, что мы, в свою очередь, понимаем под хорошей музыкой, потому что у всех это субъективное мнение. Ну, вы вот какие каналы коммуникации, говоря, маркетинговым языком используете, да, вот, где вы пропагандируете свою музыку-то, собственно говоря? Мы ее пропагандируем на нашем сайте, это наши социальные сети, которые мы используем, собственно говоря, и при помощи диджеев-резидентов, которые периодически тоже, собственно говоря, снабжают своих поклонников определенным материалом, и это миксы, которые дарятся прямо непосредственно в клубе на разные определенные мероприятия. Ну, то есть, вы же, на самом деле, конечно, не особо заморочены тем, чтобы привлекать там новых гостей в пропаганду, да, вам скорее работать с существующими вашей базой, да, которая, опять-таки, тянет за собой друзей, 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 там, да, вам не надо вешивать билборд на улице, в пропаганде отличная музыка. Я бы, в целом, не советовал с клубом вешать билборды на улице. Никто, в общем, этого не делает. Почему? Как клуб рай, здрасте. В основном все так и делают. Рай, пожалуйста, тебя обвешан весь, не, многие-многие. Ночных клубов очень много в Москве, и основная их, основная масса занимается тем, что они делают наружную рекламу, очень большую, очень яркую, с девушками полуголыми, там, на разворотах и так далее. Это уж обязательно, конечно. Такое ощущение, что я живу в другом городе, как-то весь этот разговор. Это можно либо замечать, либо не замечать, ни больше, ни меньше. Нет, ну я вот сейчас, а вы зону, мне кажется, что-то вешает, да? Нет, мы вообще как бы билборды не вешаем, но у нас активная рекламная кампания идет, то есть мы используем радио, используем интернет-рекламу, соответственно. Ну, хотелось бы добавить словам Сергея, то, что вот помимо, как бы музыка тоже имеет основополагающее действие для развития клуба, для его пиара. Соответственно, это пропаганда диджеев, их музыки, соответственно, те люди, которые уже посетили заведение, чтобы у них сложилось хорошее впечатление о клубе, чтобы они рассказали своим друзьям. И вместе с рекламой, с привлечением новых людей, заведение идет так, чтобы все были довольны. И если кто-то недоволен, надо стараться это исправить. Всем не угодить? На то и клуб, чтобы стараться угодить всем. Я же говорю, это не цирк, это ночной клуб. Угождать всем не нужно. На самом деле, как бы, просто у нас разное заведение с вами, и невозможно их сравнить. Когда пять этажей приходится угождать всем. Ну да, всем приходится разделять, да, и по зонам сделать здесь, вот для этих, здесь, для этих, здесь, для этих. Наверное, отчасти, наверное, можно это понять. Хорошо, Варвара, вот вы какими инструментами пользуетесь для продвижения? Мы, в отличие от Льва, никогда не давали рекламу платную никуда. Ну, у вас, в отличие от пятиэтажей. Да, естественно, я же не осуждаю, я просто, у нас другая ситуация, ровно как раз об этом говорю. Нет, вы говорите так, как будто вы осуждаете. У меня просто такой голос неприятный, я, на самом деле, совершенно не осуждаю. Хорошо, ну, не важно, что делает Льв, да, что делаете вы вообще, и что порекомендуете делать? Ну, помимо общепринятых методов, а именно, журнал-афиша, журнал-тайм-аут, ну, когда расписание просто ты даешь, и всяких социальных сетей бесконечных, и приглашений там людей, внутри этих социальных сетей еще. А как-то вот так вот вы так как-то проскакиваете тему, а вообще социальные сети-то... Ну, хорошо, страницы и группы в Фейсбуке, рассылки, конечно. То есть прямо вот занимаетесь, вот есть ребята, вот деликатесы, знаете, наверное, да, которые бывшие макоевцы, вот Слава Ланкин, ведь они же только этим занимаются. Ну, в принципе, сейчас большая часть этого пиара в Фейсбуке, естественно. То есть занимаются прямо этим, да? В Фейсбуке, ВКонтакте и Твиттер занимаемся, много часов в день на это уходит, потому что Фейсбук, к сожалению, так устроен, что ты должен на каждого человека кликнуть отдельным образом, чтобы его позвать. Наверное, но когда их 4000 человек, как в нашем, например, случае, то это уже, в общем, это занимает много времени. Но помимо этого, мне кажется, что очень важно, чтобы люди, которые уже пришли к тебе в клуб, знали, что там будет происходить. Поэтому у нас все время происходит работа с официантами, которые, когда люди просто приходят там на бизнес-ланч поесть и так далее, говорят, а вот у нас еще будет вот это, еще будет вот это, и мы еще снимаем видеоролики всякие разные, смешные, на телефон, на камеру, на что угодно, что в этот момент было под рукой, и крутим их просто в клубе, как трейлеры того, что будет. То есть с прошлых вечеринок пьяных? Не с прошлых вечеринок, а записываем ролик и скажем, встречаемся, я не знаю, с Мишей Ефремовым, например, с каким-нибудь Константином Райкиным, с кем-нибудь из дружественных нам известных или интересных просто людей. И говорим им, вот у нас будет вот такая штука, если она вам нравится, не могли бы вы сказать про нее два слова? Как правило, мы звоним тем, кто уже знает эту штуку, кто является ее как бы поклонником. Скажем, не знаю, Миша Ефремову нравится вот эта конкретная группа. Мы ему звоним и говорим, Миша, слушай, давай запишем с тобой ролик. Он никогда не против. Ну и таких людей как-то, друзей наших, или мы сами записываем просто какую-нибудь, бесимся там, я не знаю, говорим, что вот приходите тогда-то. Но это как-то работает, потому что это ни к чему никого не обязывает, это просто идет фоном на стене несколько раз там, я не знаю, в сутки. И как-то все про это узнают. Мы их там вешаем везде, в том же самом Фейсбуке, в Ютьюбе и так далее. Рулики эти, да? Да, ну и мы еще делали много раз всякие штуки на улицах, какие-то хулиганские, типа делали гигантский транспарант. Наши друзья, там какая-то театральная молодежь с первого курса ГИТИСа, ходила по Москве с этим транспарантом, с дудками, с какими-то криками. Ну, в общем, какие-то способы привлечь внимание людей как раз не из Фейсбука, потому что с Фейсбуком все понятно. Ну и такая акция с транспарантом, она насколько... Ну, она была успешной. Другое дело, что там было много разных других акций, посвященных тому же самому концерту. Я не знаю, что именно сработало. Но я вижу, что людей сейчас... Я почему, собственно, не даю рекламу за деньги? Потому что я лично, может быть, я ошибаюсь, я никого не осуждаю. У меня уже сегодня упрекнули. Вот я лично перестала верить в действенность просто платной рекламы с полуголой девушкой на странице журнала Афиши. Я не верю, что это работает. Я думаю, что работает что-то, что людей заставляет испытать какую-то эмоцию. Что-то интересное... А полуголая девушка уже не... Ну, просто уже очень много полуголых девушек, и уже как бы их пролистываешь. Не работает, да? Я думаю, что в нашем случае не работает. Может быть, с клубом Зона очень работает, а вот у нас не работает. На самом деле мы ждём людей, человек посещает в нашем случае клуб, чтобы послушать хорошую музыку, выбрать свою, которая ему нравится. Выпить, закусить, кому надо закусить, познакомиться там, девушка с парнем, парень с девушкой. В принципе, это человеческие желания, которые идут вообще с древнего времени. И мы как бы стараемся это осуществить. Полоцкие утехи. Но утехи пусть будут потом, а главное, чтобы они познакомились. Утехи разные бывают. Поесть и выпить, это тоже там утехи. Сергей, вот вы всё-таки платной рекламой пользуетесь? Нет. Вообще никак? Нет. Никакой? Никакой. В целях привлечения людей, мы ещё используем такой момент, на сайте существует блог, который постоянно пополняется разной информацией интересной, либо там будет интервью с диджейми, которые собираются у нас выступать, либо какие-то интересные истории о наших резидентах, либо, в принципе, какая-то история про кухню, которая работает днём. В любом случае, чтобы человек постоянно черпал новую информацию из того источника, который мы ему предоставляем. Понятненько. Ну что ж, хорошо. Конечно, вопросов ещё можно там массу задать. И, наверное, тема, она тоже такая нескончаемая. Про персонал хотелось поговорить, но нет у нас уже возможности. Ну, может быть, будет повод действительно для ещё одной встречи. Тема действительно интересная. Клубы появляются, развиваются. Всё это дело меняется. Благодарю наших гостей сегодняшних. Варвара Турова, арт и пиар директор клуба «Мастерская». Спасибо, Варвара, что пришла сюда восхворить пропаганду и сказать про клуб «Зона», что ты его осуждаешь. Лев Трубач, арт директор клуба «Зона». Спасибо, что был с нами. Сергей Тимашов, арт директор клуба «Пропаганда». Спасибо, Сергей, что был у нас в эфире. Напомню, что вы сможете посмотреть видео нашего эфира в нашей группе на Facebook, которая так и называется «Сфера обслуживания». Завершайте его на Facebook. И на сайте finam.fm будет выложен полностью архив нашей встречи, видео и расшифровка и так далее. Услышимся через неделю. Левицкий Дмитрий из «Сфера обслуживания». Пока.